Пауло Росси родился 23 сентября 1956 года, в городе Прата, Италия карьера футболиста, Ювентус, Италия, 1972, 75-82, 85-го годов Кома, Италия, 1975-76 годов Виченце, Италия, 1976-79 годов Перуджи, Италия, 1979-80 годов Милан, Италия, 1985-86 годов Верона, Италия, 1986-87 годов Чемпион мира 1982 год обладатель Кубка Кубков 1984 год обладатель Суперкубка Европы 1984 год Чемпион Италия 1984 гг обладатель Кубка Италия 1983 обладатель Золотого Меча 1982 гг лучший футболист Италия 1982 год Пауло с малолетства приучал к футболу его отец Виторио, рабочий текстильной фабрики в Прата и заядлый болельщик Фиорентино. В 10 лет по настоянию отца его включили в детскую команду Амбразиана из Прата, а затем в Католика Виртус. Когда Пауло было 15, слухи о его одаренности разнеслись далеко за пределы округи и сам Ювентус прислал эмиссара Итала Аолодя, который, не задумываясь, выложил за него деньги. Но этот факт вовсе не означал, что отныне Росси обеспечивался сытой и стабильной жизнью в недрах старой сеньоры. Получилось как раз наоборот. У Пауло началась серия замысловатых перемещений в итальянском футболе. Три года он провел в юношах Юве, а потом у него появились боли в коленях. Ему сделали три операции, удалили два хряща из левого колена и один из правого. 17-летнему парню впору было усомниться в том, что ему светит серьезная футбольная карьера. И Пауло налег на учебу. Ювентус действительно утратил веру в него и в октябре 1975 года отдал его на время Комо, выступавшему тогда в серии А. Это выглядело как аренда, только со знаком минус, не Комо выплачивал за Росси деньги Ювентусу, а наоборот. От Комо требовалось только проверить его в деле и по окончании сезона отдать назад. Пауло провел шесть матчей. Провел, мягко говоря, неважно. Только мой отец продолжал верить в меня, и его вера заставила меня продолжать попытки, вспоминает Росси. В Ювентусе место для него, понятное дело, уже не было. Клуб продал половину прав на него Вечон ЦЕ, серии. Только в Вечон ЦЕ судьба ему, наконец, улыбнулась. Пауло посчастливилось встретить там своего тренера Джанбатисту Фабри. Фабри сделал парадоксальный, но как потом оказалось, верный ход, он не посмотрел на щуплость парня и поставил его на позицию центр-форварда. Прежде его использовали чаще как инсайда левого или правого. В сезоне 76 дробь 77 Росси стал лучшим бомбардиром сериев, 21 гол, и помог Вечон ЦЕ подняться в элиту. Тем временем Ювентус занимался поисками нового центр-форварда на смену сошедшему Банинсеньо. Кандидатур было трое, Вирдис, Пруццо, ЦЕО и Росси. Руководство старой сеньоры остановилось на Вирдисе и ошиблась. Будущее показало, что среди этой тройки Вирдис наименее талантливый, хотя и неплохой, в принципе, форвард. Ювентус ухватило полсезона, чтобы понять, что он дал маху. Росси принялся заколачивать голы, а в Турине тем временем кусали локтя. Мотивируя тем, что клуб имеет равное с Вечон ЦЕ и право на него, Ювентус обратился к ней с просьбой уступить ему вторую половину. Вечен ЦЕ наотрез отказалась. В ситуации, когда два клуба совместно распоряжаются игроком и не могут достичь согласия, проводится тайная продажа. Процедура такова, каждый клуб помещает в запечатанный конверт сумму, за которую он согласен выкупить вторую долю. Мало кто ожидал, что скромная Вечен ЦЕ перебьет Гранда. Но произошла сенсация. Когда конверты вскрыли, выяснилось, что Ювентус предложил 1,5 миллиона долларов, а Вечен ЦЕ вдвое больше. К концу чемпионата у Росси набралось 24 гола, и он снова возглавил список бомбардиров. Открытием сезона стал не только он, но и Вечен ЦЕ, которая с места в карьер стала вице-чемпионом. Несмотря на каскад голов в Сирии, а и дебют в сквадре Адзуре в декабре 1977, Росси не особо верил, что сможет выступить на чемпионате мира в Аргентине, в команде было много опытных и обстрелянных форвардов. Савальди, Пруцци, ЦЕО, Навелина и Грациани уже проявили себя там, и я полагал, что они имеют лучшие шансы. Себя же причислял к третьим запасным. Энце Биарзот рассуждал иначе, он видел, что именно Росси лучше других подходит для его модели игры. Поэтому уже в первом матче с Францией, когда Грациани действовал не очень удачно, он выпустил его на поле. Росси забил победный гол, потом еще два в других матчах и был признан открытием чемпионата мира. После Аргентины его стали называть на испанский манер Паблита. В тот же год его признали и игроком года в Италии. Его стиль характеризовали деликатность в обращении с мячом, утонченность маневра, когда молниеносному рывку предшествует вкратчивый, хитроумный выход на позицию и, наконец, последний жест неуловимое касание мяча, приводящее к голу. Для оптимального раскрытия своих качеств ему была необходима поддержка в решающей фазе атаки хотя бы одного игрока. Его нельзя было бросать в пекло для борьбы один на один с мощными защитниками. Роль помощника для Росси обычно играл Роберто Беттига. В 1979 году Паблита вновь оказался объектом трансфера. Веченца со второго места скатилась сразу на 14-е, несмотря на 15 голов своей суперзвезды, вылетела из серии А, Росси был отдан в долг Перуджа. Репутация Росси как лидера атак сборной Италии продолжала крепнуть, как вдруг в сезоне 79-80 в кальче разыгрался грандиозный скандал с договорными играми и подпольным тотализатором. Когда среди игроков, вляпавшихся в махинации, впервые упомянули имя Росси, все отказывались в это верить. В списке мошенников, которые, как правило, ничего особенного собой не представляли, оно стояло особняком. Не укладывалось в голове, для чего потребовалось Росси соглашаться на сговор за взятку, размер которой был ниже его недельной зарплаты. Речь шла о матче Перуджа-Савеллина, которой стороны договорились сгонять в ничью. Условие Росси заключалось в том, чтобы ему позволили забить два мяча. Игра закончилась со счетом 2-2. Федерация дисквалифицировала Росси на три года. Позднее срок сократили до двух лет. После сокращения дисквалификация заканчивалась 30 апреля 1982 года. Цена на него резко упала, никто не знал, каким Росси покажет себя после столь долгого бездействия. В этой ситуации Ювентус поступил очень мудро, выкупив его назад у веченцев всего за миллион долларов. Росси не падал духом, тренировался дважды в неделю, а по мере того, как приближался срок окончания дисквалификации, увеличивал нагрузки. Он успел застать концовку сезона 81-82, проведя за Ювентус три матча. В Италии спорили, стоит ли делать ставку на Росси на чемпионате мира в Испании. Страна и так располагала несколькими нападающими высокого класса, которые жаждали проявить себя. Грациани и Пруцци ЦО по-прежнему оставались в силе, в Интере отлично раскрылся Альтабели. Но самые авторитетные специалисты утверждали, что стоит. Класс Росси не мог подвергнуться изменениям за двухлетний период относительного отдыха, говорил Джованни Тропотони. Мастерство Росси необходимо сборной, вторил ему Элене Эрера. У него будут легкие ноги, тогда как у остальных мускулы могут оказаться забитыми после изнурительного сезона. Берзот был того же мнения, советы коллег только укрепили его в нем. Он включил Росси сначала в список 40, а затем в начале мая, когда Паблита еще ни разу даже не сыграл в окончательную заявку на чемпионат. Скуадра Адзура дебютировала нулевой ничьей с поляками. Кроме опасного удара головой на 39-й минуте, Росси за 90 минут ничего не создал. В следующей игре с Перу, 1-1 он и вовсе выглядел удручающе, и его пришлось после первого тайма поменять на каузе. Заключительная встреча с Камеруном и Росси вновь пробегал в холостую. С Великим Скрипом Италия просочилась из первой стадии во вторую. Надо ли говорить, какой ураган критики пришлось выслушать Биарзоту за свое пристрастие к Росси, сколько терпения ему пришлось проявить. Но он чувствовал, что момент, когда свежие ноги Паблиты должны сыграть свою роль, обязательно настанет. Нужно только дождаться этого, не вылететь прежде. В группе второго этапа с Аргентиной и Бразилией итальянцев признавали аутсайдерами. А они возьми и начни с победы над Аргентиной. Росси вновь не забил, но, несмотря на это, сыграл продуктивно. Это был первый матч, за который его не хаяли. На пару с Кунти он обнажил слабости в обороне соперника постоянными прорывами по центру и флангам. Тайное оружие Биарзота взводило курок. И выстрелило тогда, когда это и требовалось, в поединке с бразильцами с ансамблем могучих корифеев, которых, казалось в принципе, обыграть было невозможно. Росси забил кудесникам мяча три гола ровно столько, сколько было необходимо для победы, 3-2. Его голы получились абсолютно разными, хотя обычно разнообразием их выполнения он не баловал. В первом случае Паула прокрался мимо Луизинии и своим фирменным легким тычком замкнул навес слева Кабрини. Во втором наказал пушечным ударом в угол защитников, допустивших оплошность. В третьем совершил артистичный пироид, которому позавидовали бы мастера балета. В 1978 году в Аргентине Марио Кемпес ухитрился стать лучшим бомбардиром, не забив ничего в первых трех играх. В 1982 Росси пошел еще дальше. Это и вправду фантастическое достижение суметь стать королем снайперов мундиаля, начав забивать только с пятого по счету матча. Росси уже ничто не могло остановить. Дубль в ворота Поляков и первый из трех голов в ворота Германии в финале были проделаны им одним и тем же способом, умелой подстановкой ноги под прострел либо головы под навес. В результате голов у него набралось шесть. Румениги остался на втором месте с пятью. Росси еще ждала отличная клубная карьера в Ювентусе, с которым он выиграл множество трофеев, включая Кубок Чемпионов. Но никогда больше он не забивал так много, как раньше. Тому была объективная причина тяжелая травма колена, которую так и не удалось залечить. В 1985 году Юве отправил потерявшего результативность форварда в Милан, где он совсем скис, забив только два гола за сезон. Тем не менее он снова оказался в заявке на чемпионат мира 86. Все понимали, однако, что Биарзот сделал это исключительно по моральным соображениям. На поле в Мексике Паблита не выходил. Последний сезон, 86 дробь 87 он провел в Вероне, последний гол забил Наполей. Верона разгромила будущего чемпиона страны 3-0, и мяч Росси был как бы его прощальным приветом. Официально он объявил о своем уходе из футбола в конце 1987 года. Пауло Росси умер 9 декабря 2020 года, в городе Сиена, Италия.